Девчонки, пока те, кто был вчера, по самочувствию сегодня как? Все нормально, да? Вчера немножко потренировались руки. Чего? В норме, чувствую себя в порядке. Да, вы сегодня готовы попробовать напрячь свое тело относительно. Все, хорошо. Значит, друзья мои, тогда мы сегодня с вами продолжаем. У нас задача следующего характера, я немножечко повторюсь вчерашней, чтобы всех еще разоквести в курс дела. Наша с вами практика именно постродового становления мамы и корректировки нашего состояния, независимо от того, сколько месяцев или лет уже нашим детям, носит характер следующий. Мы должны с вами убрать максимально подверженные такому риску участки тела с дополнительной нагрузки. То есть это позвоночный стол и конкретные участки, которые несут на себе слишком сильную нагрузку. Это наш грудной отдел, это наши плечи, да, потому что мы с малышами все равно всегда в процессе положения на руках или как-то там хождение с ними за ручки. Вот, это пояснично-крестцовый отдел, потому что он у нас очень сильно усугубляется за счет того, что мы всегда ходим с бордбинами, хотим мы того или нет, мы такие, мы так носим детей, да, своих. Вот, это наши ноги, потому что они несут на себе нагрузку тяжелую, это ребенок плюс вы, ваш собственный вес. Вот, это шея, шейный отдел позвоночника, потому что здесь очень часто возникают протрузии и грыжи после беременности и родов, потому как он ослабляется. Вот, и это ситуация, связанная с мышечным каркасом, который не всегда адекватно восстановлен после родов, да, это касается пресса, вы наверняка в курсе, да, что здесь где-то можно было чуть-чуть что-то доделать. Вот, это касается скелетных мышц, поддерживающих позвоночник целиком, это касается мышц рук, то что мы вчера с вами проверили и убедились, что у нас они как бы не совсем такие вот, которые нам нужны. Поэтому мы сегодня с вами продолжаем, опять же, разбираем все по отделам позвоночника, четко, конкретно решаем задачи и стараемся принять на вооружение те практики, которые я сегодня буду вам демонстрировать. Начнем мы сегодня из положения стоя на четвертьках, да, перед этим для начала разомнем лучезапясный сустав. Вспоминайте, вчера говорили о том, что если давление на лучезапясный сустав сильное при опорных позициях и вы чувствуете болевые ощущения, надо что делать? Надо уходить из этой позиции и разминать, да, лучезапясный. Вот сейчас разомнем, сделаем собственную яму для рук, то, что мы вчера с вами делали, 4 упражнения, чтобы так немножко укрепить наши руки, и потом уже пойдем в более такие динамичные практики. Давайте сейчас просто поразминаем запястье. Значит, я бы вас попросила сделать следующее. Удлините сразу локтевые изгибы, то есть сделайте их прямыми. Да. Девчонки, если хотите, вы можете сюда, в принципе, ко мне чуть подъехать, если. Нормально, да? Камент, все там видно? Видно. Все отлично. Мы с вами выпрямляем руки, да, стараемся сразу разминать не просто лучезапясные, а разминать целиком мышечный каркас руки, потому что нам сейчас, ой, как пригодится. Значит, сразу у нас с вами, как у продвинутых легонов, прямая спина, да, всегда. Да, спасибо. Давайте часть мозга мы отделим и конкретно этой задачи посвятим. Он сюда вам будет мигать и говорить, прямая спина, прямая спина. Хорошо. Давайте теперь вспоминать то, что мы с вами делали вчера. Слушаем, что у меня явно для рук. Значит, изначальная позиция, первая, это вытянутые вперед руки с удлиненными внутренними и внешними поверхностями, то есть у нас прямой локоть, вытянутые запястья, максимально разогнутая кисть, да, и плечо, которое опущено вниз, и руки у нас на ширине плеч. Вот такие жесткие, плотные руки. Постарайтесь разогнуть запястье максимально. То есть у нас с вами должен быть в идеале 90 градусов, да, мы стараемся. Рома, захвати, пожалуйста, малыша оттуда, он там немножко у нас вылезает на улицу. Но все равно. Мы с вами растягиваем пальчики плотно-плотно друг от ручки, сильно. Постарайтесь разгибать запястье при этом. Шею освобождаем. Шея у нас легкая, голова воздушный шарик, а шея ниточка. Вот они очень легкие, они у нас там наверху. И мы начинаем работать только лучше запястными суставами. Сгибаем максимально вниз, не резко, плотно достаточно. И возвращаем вверх, да. Последите, пожалуйста, чтобы у вас кисти двигались центрально. То есть вот таких разворачивающих движений не было. Да, теперь, Маш, чуть выше сами руки. На уровне плеч, но сами руки. Шею, пожалуйста, не свешивайте внутрь, не перенапрягайте вот так горло. То есть у нас должна быть с вами позиция нейтральная относительно. Руки очень плотные, девчонки локти немножко провисают иногда. Да, старайтесь держать. Значит, ощущения болевые будут, мы это с вами знаем. Нам их нужно будет постараться протерпеть, да. Потому что мы знаем, что слушаю, я ему хороша тем, что один раз протерпел, потом все сразу супер. Корпус держим. Ну вот так штучек 10 мы почти уже доделали. Сейчас вот где-то 9 на мой вот счет. И 10, да. Хорошо. Собираем пальчики плотно друг в дружку. Оставляем руки неизменными. Продолжаем движение вниз. Возвращаем вверх. Не делайте резко. Не делайте резко. Средоточьтесь на движении. Локти плотные. Очень плотные. Старайтесь корпусом никак не работать. То есть корпус у вас просто стабильный, статичный. Когда мы сгибаем вниз, у нас движение идет туда-сюда, от локтя. Да? Посильнее. Да. Стараемся чувствовать. Где идет боль? Где идет ощущение напряжения? Справа или слева руки больше? Да? Как плечи себя любят? То есть все вот эти ощущения запоминаем. Это диагностика вашего тела. Как оно сейчас... Каким оно сейчас приехало вот сюда, в данное место, в данное время. Давайте доделаем еще разок. Есть. Собираем ручки в кулачки. Руки держать. Надо бороться. Вытягиваем вниз. Сильно плотно. Чувствуете, как растягиваются мышцы кисти? Да. Возвращаем мягко вверх. Да, сейчас уже будет скоро все. Уже скоро будет все. Я чувствую, что у тебя там уже жужжит в одном месте. Да, надо держаться. Вниз. И вверх. Вот эта боль, которая присутствует, уже невозможность удержания рук, говорит о том, что есть очень плотные, достаточно мощные заживы в мышцах рук и не совсем адекватная проработка мышечных и суставных. Составляющих. Вот. Поэтому здесь мы с вами догоняем с помощью таких упражнений нашу необходимую мышечную нагрузку на руки и на плечи. Держать руки, бороться. Девчонки вчера тоже так же страдали. Сегодня уже полегче. Согласитесь? Значительно легче, как я и обещала. Первый раз это всегда убийственно. Ну и последний сейчас останется. Давайте дотерпим. Есть. И вытягиваем руки вперед. Очень плотно делаем руки и кончиками пальцев как бы сжимаем маленькие, но плотные резиновые мячики. Старайтесь фаланги пальцев не скручивать внутрь. То есть у нас пальцы прям напряженные, даже дрожат. На кончиках мы очень мощно направляем сюда силу. Очень плотно. Голову свесила. Да, центральная. Держать локти, держать плечи. Чувствуете, как малыши вам руки, да, подкосили? Что было до родов, например, до беременности? Ну, с одной стороны. А неизвестно, что было? Неизвестно, что было лучше, да? Может быть, сейчас ты и лучше. И натренировали. Да. Держись. Держись. Мои силы с тобой. Сейчас уже скоро. Еще до конца. Да, мне кажется, вот у нас первые ряды вообще, да, сидят кайфуют уже. Уже еще мы сейчас поделали. Ну, все, готовы отдыхать, да? Резко опускаем руки вниз. Резко. Протрясти. Вот здесь, да? Вчера такого не было. Вчера такого не было, конечно. Вчера вы чувствовали просто вот это вот все с шарами. Сегодня просто было нереально. Да, вчера было нереально, а сегодня уже просто больно. Да, хорошо, протрясите руки обязательно. Девчонки, сейчас оцените, пожалуйста, ощущение правое-левое, да? То есть по отношению к симметрии тела. Правое по отношению к левой. Как себя чувствует? Насколько плотно вы почувствуете всю длину руки, пока делали упражнение? То есть вся ли рука у вас сейчас напряглась? Или напряглась только отдельно от этой части, допустим, да? Значит, сразу маленький момент. Деталь, давайте пока мы просто снимем напряжение. Провращайте с согнутыми локтями. Провращайте, прям, чтобы было удобно. Сразу маленький элемент. Когда вы делаете это упражнение, ваше тело не дает врать вашему ощущению. Я вот на вас глядяючи вижу сразу те моменты, зажимные состояния, которые у вас присутствуют. Например, поворот головы в одну сторону. Да, я тебе говорила вот, что убери голову. Говорит о том, что есть диспропорция положения трапециевидных мышц. То есть сожжение трапециевидное более укороченное, чем другая. И тело, сознательно присутствуя в нагрузке определенной, оно ведет себя вот таким образом, как ему удобно. То есть вот этот вот наклон головы говорит о том, что одна часть, одна половинка тела более зажатая, чем тело. Да? Если, например, Маша старалась руки держать, опускать, опускать и начинала вот так работать спину корпусом, да? Снимать напряжение. То есть нагрузка на середину спины и на область между лопаток была достаточно плотная. Там у тебя зона слабоватая. Поэтому всегда вот такое есть ощущение, когда, например, носишь темную, да? Вот. И вот это вот ощущение, оно дает нагрузку именно на центр спины, расслабленную. А сейчас тебе пришлось ее держать. Поэтому твоя спина как бы бессознательно старалась снять. Старайся держать спину ровно, да? То есть спина отдельно, руки отдельно. Вот просто на примерах девчонок, они ярко выжидные сейчас были, да? У кого-то у всех есть свои элементы, со всеми мы обязательно это обсуждаем. Вот. Но на примерах таких ярко выраженных ориентируйтесь на то, вот вы почувствовали позыв у вас, тело куда-то пошло, постарайтесь его вернуть обратно. Ладно, в центр. Хорошо, сейчас ручки более-менее сняли. Давайте попробуем немножко создать динамику в позвоночнике. Значит, что нам с вами нужно обязательно делать? У нас разрозненное положение спины. То есть, как мы уже вчера с вами разбирали, у нас достаточно зажатый пояснично-крысцовый отдел за счет упороченных ягодиц, потому что мы с вами ходим всегда немножко вот так, да? Вот у нас малыш, и мы с вами пошли вот так. Вот, у нас укороченные ягодицы, которые притягивают хлопчик внутрь немножко и поясницу, растягивают, вместо того, чтобы округляться, да? То есть, вместо того, чтобы создавать лордоз поясничный, правильно? Плюс у нас с вами абсолютно расслабленная грудная клетка. За счет того, что мы все с вами кормим малышей грудью, да? Ну, практически все. И еще за счет увеличения веса малышных желез грудная клетка еще тяжелее, мы вот такие. Поэтому нам с вами нужно делать позвоночник гибким, подвижным и обязательно цельным. Для этого нам с вами поможет динамическая практика из марджориасона, позу кошки. Мы сейчас с вами разлучим, попробуем поделать. Практика очень полезная. Я буду рекомендовать вам, давайте я вот так встану, чтобы меня было лучше. Я буду рекомендовать вам ее делать каждый день, буквально там в течение нескольких минут, когда вы найдете в свободное время. Потому что это очень полезно именно для молодых мам. Это вот наша с вами вещь. Значит, что мы с вами должны сделать изначально? Выстроить правильную позицию. Ладони строго под плечами. Локти разогнуты, плечи раскрыты. Руками мы отталкиваемся от пола. Ладошки максимально раскрыты, максимально. Прижаты к полу, то есть без горки вот такой, да, стараемся прижимать к полу. Средний пальчик параллелен длинному краю пола. Колени строго под бедрами, вертикальные линии везде в туловище. Голени не сводите внутрь, старайтесь держать их параллельно к двушке. Давайте сейчас немножко оттолкнемся от пола, почувствуем максимальную высоту свою округу. И для начала вспомним просто марджориасуну, позу кошки, да. Со вдохом мы с вами округляем мягко спину. Здесь, пожалуйста, старайтесь делать движение более объемным и цельным. Понятно, что вы можете округлить спину, но попробуйте взять это округление от копчика и через каждый отдел позвоночника довести до подбородка. То есть делайтесь более плавными, более мягкими. И с выдохом также мягко, не резко. Начинайте растягивать спину, удлиняя макушку вверх, не зажимая заднюю линию шеи. То есть вот такое положение не должно у вас быть. Не зажимая, растягивая. Плечи у нас отдают шею вверх-вперед, не подкручивают, да. Лопатки мы оставляем повыше, не проваливаемся корпусом. Стараемся животом растянуться вниз, ягодицы раскрываем наружу. Локти прямые, локти прямые. Выпрямляй локти, морозь. Локти выпрямляй, так нищего. Все знают, как раскрыть ягодицы наружу? Вот так. Умеют так делать все? Вот так, чик, ягодицы. Минут попробуем. Вот, мы были с вами в относительно нейтральной позиции. Не таз. Ребята, не таз, ягодицы, чик, ягодичные мышцы. Раз, развели в сторону. Ну попробуем. Сегодня я вам покажу веселую штуку. Завтра будем зажигать на барбекю с этой штукой все. Давайте еще попробуем так, чик. Значит, смотрите, какая задача. Ягодицы – это большие куски мяса, да, по большому счету. Ну, мясо, мышцы. У нас есть с вами кости, к которым это мясо прикрепляется. Ну, анатомию примерно представляет. Так вот, мы с вами это мясо можем раздвинуть от кости немножко так, отодвинусь. Вот наши с вами косточки, к которым это дело прикрепляется. Это последние косточки позвоночника. То есть копчик и ежесен. Пять позвонков, да, срожекся. Попробуйте вот так вот взять и мыслью прийти туда, представить эту картинку и раздвинуть ягодицы. Вот прям оттянуть их по обе стороны от копчика и от пояснично-крысцового отдела. Вот так. Да, получилось? Немножко напрягаются. Они дают им хоть чуть вверх и наружу. Ну, где-то поймали, да, ощущения? Частично. Запомните, вот это движение, оно очень часто пропускается, когда делают позу кошки. Я о нем редко разговариваю. На самом деле, это конечная точка раскрытия вот в этой позиции. У вас есть шея, у вас есть раскрытые ягодицы. Еще разок, собираемся внутрь, мягко. Опять, теперь понятно, да, что с ягодицами мы начинаем сбор. Мы же их раскрыли. Шею мягко растягиваем. Мягко, то есть заднюю поверхность шеи мы сами должны растянуть здесь. С выдохом начинаем пропускать живот вниз, растягивать брюшную полость, удлинять макушку вверх, плечи освобождать, руками отталкиваться от пола, ягодицы раскрываем и максимально плотно растягиваем это положение тела. Еще разок, собираемся, что с вдохом мягко внутрь. Скажите мне, пожалуйста, когда вы делаете это движение, у вас работают мышцы пресса? Да, это правильно. Обязательно за ним следить. Ребят, парни, можете чуть-чуть губнить потише или чуть от нас отдалиться, ладно? Спасибо. Мягко вниз. Растягиваем корпус. Грудная клетка здесь каким образом будет работать? Она будет внутрь упаковываться или наружу выходить? Наружу. Наружу. Это получается сделать? Частично, да? По крайней мере, мы об этом стараемся думать. Хорошо. Уйдем ягодицами назад на пятки. Растянем корпус немножко вниз и еще чуть-чуть снимем напряжение в случае запястных, потому что мы сами все-таки на них шея здесь поработали, подавили. Да? Хорошо. Шею расслабьтесь, она получила напряжение. Запомните, пожалуйста, вот эту маленькую деталь раскрытия ягодичных мышц, когда мы с вами делаем прогиб уже обратный, да, марджориасы. Это финальная деталь, которая правильно отстраивает позвоночник. И с нее нам нужно будет плясать. Хорошо. Возвращаемся обратно, марджориасы. Но еще разочек, проверьте, пожалуйста, свое положение. Ладошки под плечами, колени под бедрами, вертикальные линии везде, корпус нейтральный. Что значит нейтральный корпус? Не прогнутый, не скрученный. Нейтральный, да? Нейтральный. Расслабленный. Хорошо. Теперь посмотрите, пожалуйста, сначала на меня, чтобы вы поняли смысл нашего движения. Мы чуть-чуть ладони переставим, буквально вот на пол ладошки вперед, чтобы дать себе чуть больше динамики. И делаем следующее. Мы начинаем с вами вращение по сагитальной плоскости. Сагитальная плоскость – это плоскость, как если бы нас разрезали вот так пополам, и в нас бы вот так вставили круг. И мы вот так бы вращались. То есть у нас просто будет вот такое вращение. Да, вот так будет тело сейчас работать. Посмотрите, что бы я хотела от нас с вами. У нас будет движение вот такое, подтягивающее вперед. Затем мы хвостик убираем назад-наверх, уходим чуть назад за линию вертикали, подкручиваем таз внутрь, переходим вперед, возвращаемся вперед, растягиваемся назад, уходим назад. У нас получится сами вот такая восьмерочка. Давайте я сделаю вот так. Вот так будет лучше. Еще разок. Мы перешли вперед, подтянули хвостик внутрь. Здесь на руках мы достаточно плотно. Оттянули хвост назад, за хвостик себя перетащили, чуть назад за линию вертикали, пока не сажаем на пятки, на локте прямые. Здесь опять подкруглили спину, подтянули внутрь, 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 перевели вперед. Здесь на руках достаточно плотный объем, да? Не вешайтесь на руки, не надо здесь ложиться. Здесь мы себя поддерживаем, колени здесь согнуты. Опять назад, еще внутрь, перешли вперед. Посмотрите, линия плеча далеко не уходит за линию пологу-запястного. Не надо ложиться, девчонки, это не собака мордой вверх. Это серединный вариант. Вот так мы всегда на колени отбираемся. Еще назад, внутрь, вперед, здесь хвостик назад, за хвостик себя назад, руками оттолкнулись. Здесь корпус весь волнообразно перебросили вперед. Еще назад локти не сгибать. В процессе движения локти не сгибаются. Да, вперед, хвост, назад, здесь внутрь. Надо просто поймать это ощущение сначала, да? Вот это вот движение, просто новое для себя поймать, потом попробовать отработать, и оно потом уже вливается, так, естественно, для корпуса. Вот. Очень приятно, согласитесь, для спины. Очень хорошо работает на весь позвоночник, и при этом такое плавное, достаточно мягкое для спины. Еще, давайте попробуем чуть-чуть увеличить объемную движение. Мы будем уходить пятками, вернее, ягодицами почти к пяткам. То есть, представляем, что мы как бы коснулись ягодицами пяток, перешли вперед. Вот здесь почти до максимальной линии ушли вниз, но опять не провисли тазом. То есть, здесь почти вот мы ушли вниз, но не разогнули бедра. Опять за хвостик назад почти коснулись. Руки здесь добавляйте в движение. То есть, у нас с вами пойдет движение и в плечах. Вот такое скругление, да? Мы перешли вперед, да? Хвостик назад, еще назад. Корпус вперед, еще назад, еще вперед. Скажите мне, пожалуйста, зона между лопаток и с боков лопаток работает здесь? Да. Очень хорошо, да? Вы ее чувствуете? Маш, немножко разъехались колени. Да, колени на ширине бодер. Есть. Лучше запястный пока живы? Или уже достаточно так плотная на них нагрузка? Вообще нет. Вообще нет? У каждого по-своему, да? Понятно. Сейчас мы тогда немножко доделаем, мы уже будем уходить. Хорошо. Сделаем еще разок по максимальной амплитуде и будем обратно возвращать амплитуду, то есть уменьшать ее, но постепенно, постепенно, да? Чуть-чуть уменьшаем, укорачиваем это расстояние, да? Еще, еще поменьше. Здесь уже работаем в основном мышцами живота, а брюшной полости, да? Потому что мы должны подтянуть хвостик внутрь и оттащить его назад. Вот. Стараемся быть более центральными. Амплитуду еще снижаем. Руками почти не работаем, плечами. Есть. И через несколько движений фактически останавливаемся в точке, в центре, как мы и начали марджересу. Угу. 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 Есть. Остановились, откатили таз назад на пятки. Вот здесь, как правильно у вас тело требует, раскрыли бедра. Отпустили корпус вниз и, если нужно, расслабили запястье. Если хочется просто расслабиться, полежать, можно положить ладонь на ладонь, лоб на ладонь. Вот такое положение. Да, но я бы порекомендовала сейчас пока размять запястья, они нам пригодятся. Угу. Скажите мне, пожалуйста, в процессе этого движения, каким образом дыхание у вас было? Нафиг. Оно было вообще? Вперед, до, назад, видом. Было, да? То есть, в принципе, дыхание было самостоятельным, оно подстраивалось под движение, да? Мы сознательно не делали на него акцент. Но я так думаю, что когда вы делали, вы дышали в ритм своего движения. Я так предполагаю, да? Потому что вы двигались все достаточно плавно, и у вас не было перебивок между движениями. Это говорит о том, что, в принципе, дыхание было направлено вверх. Значит, посмотрите, подобного рода техники, динамические, которые работают со всем позвоночником сразу, но при этом прорабатывают его логически, как мы сейчас делали. Мы уменьшали изгиб в пояснично-крысцовом, увеличивали, да? В грудном отделе уменьшали изгиб, увеличивали. Вот эти практики позволяют восстановить позвоночник. О чем это говорит? У нас с вами межпозвоночные диски. Это настолько уже ткань, ставшая просто наболевшей после наших всех сами родов. Одних, пусть всех одних, но были. Вот, наших, нашей беременности, наших родов, нашего, значит, пребывания с малышом. Вот это все истончение хрящевых прослоек в межпозвоночном действии и неравномерное расположение позвонков, потому что хотим мы того или не хотим, мы все-таки кособой, да? В ту или иную сторону несколько. Вот, несет нагрузку очень такую травмирующую. Поэтому для того, чтобы восстанавливать эту ткань, а межпозвоночный диск, он практически на 80% состоит из воды. Вот чтобы подпитать вот этот диск водой, ему необходимо дать возможность вырасти, то есть дать пространство. Когда диски давят друг на дружку, они то пространство убирают. Поэтому человек к вечеру фактически на 2-3 сантиметра всегда ниже, чем утром. Вы можете сюда замерить такую вещь, с утра встать, помериться и помериться вечером. Вы всегда вечером будете ниже. Вот. Это такая вот у нас восстановительная практика, естественно, природная. Человек, когда спит, диски растягиваются, вернее, козвонки приходят более-менее в норму. Межпозвоночные диски имеют возможность большего расстояния. Вот. И таким образом напитываются жидкостью. Так вот, для того, чтобы восстановить свой позвоночник и предотвратить всевозможные протрузии, грыжи, потом через иное количество времени остеопорозы, остеохондрозы, артрозы, артриты и иже с ними, дегенеративные изменения позвоночника, в общем они все называются, необходима следующая стратегия. Во-первых, вы употребляете достаточное количество жидкости. Вы употребляете достаточное количество жидкости? Что вы считаете за жидкость? Вода. Вода. А супы? Супы тоже жидкость, но они как бы идут в серединку-наполовинку, они больше относятся к пище, да? Вода. А всяческие там соки, компоты, лимонады, это мы отнесем к чему? Еда. Больше не совсем к жидкости полезны, да? Потому что, к сожалению, для того, чтобы отфильтровать воду из этих элементов, потребуется время и потребуется сила организма. То есть воды высосать из какого-то компота, да, можно меньше, чем воды из воды. Ну это логично. Поэтому, конечно, чистая вода, которую вы употребляете в течение вашего дня, сколько вы обычно употребляете? Мало. Мало. Это плохо. А надо много. Ну знаешь, что значит много? Надо достаточно. Для каждого человека свой объем, примерно. Но полтора для того литра это точно, можно быть, два, да? Объяснила теперь почему, да? То есть не потому, что это там надо для того-то, для того-то. Это механизм работы с нашим телом. Если вы хотите предотвратить дальнейшие, которые ждут нас за поворотом, вот эти все развития событий, вот, то нам нужна первая стратегия, это достаточное количество жидкости. Вторая стратегия, это снятие напряжения с позвоночного столба и возможности увеличения пространства межпозвоночных дисков, да? Для чего мы делали вот это, например, в частности упражнение? Для чего, вы сейчас логически уже предположите, нам требуется качественный сон, да? Почему? Потому что, во-первых, во сне мы даем возможность позвоночнику отдохнуть и восстановить расстояние межпозвоночных дисков. Во-вторых, во сне у нас с вами вырабатывается гормон роста соматотерапии, который нам нужен, который восстанавливает и регенерирует ткань. Если вы хотите хорошо похудеть, вам нужно хорошо спать, потому что жировая ткань будет откладываться в нужных пропорциях только при условии нормальной вырабатки соматотерапии. Вот такой механизм. Природа так придумала, не я так придумала. Вот, поэтому спать нужно обязательно хорошо. Если вы хотите хорошо и эффективно выглядеть на свой возраст, вот с возрастом, я, конечно, загнула, потому что все слишком молоды, вот, но все равно, там опять не за горами, да, тридцатник. В общем, окна какой-то, да, там не за горами, не важно. Вот, для того, чтобы выглядеть хорошо и при этом чувствовать себя так же, да, и как бы года отчитывать минус в себя и обратно, вот эти вот стратегии развития событий очень полезны. А вот хорошо спать это как? Качественно. Как это? Да, значит, я тебе сейчас объясню. Можно спать мало, но качественно. Вот самый важный сон с точки зрения выработки вот этого гормона соматотерапина, это с 10 до часа. С 10 вечера до часа. Я понимаю, что для нас, для мам, для нас, для мам, это, ну, достаточно такой плавающий график, то, что у каждого по своему ребенка ложится. Но, посмотрите, для ребенка очень важно улечься спать вот в этот промежуток точно. Почему все всегда педиатры рекомендуют, да, укладывать детей спать. Типчу спокойно ночью, малышей, вы с 15-9. Это не зря так продумано. Это чтобы ребенок отходил ко сну во время максимальной выработки гормона соматотерапина. Чтобы он мог восстановиться, чтобы он мог правильно вырасти, и чтобы у него формировалась правильно внутренняя, эта система внутренней регуляции, а именно гормональные функции всех, от которых, собственно, зависит рост. Тихо-тихо-тихо-тихо. Поэтому, если вы хотите самостоятельно, нормально, адаптированно переносить любые нагрузки и восстанавливаться, то желательно вот хотя бы один час из этих вот трех, ну, заплатить. Да, ну, желательно, знаешь, так вот, с 11 до часу, ну, поспать. Это будет вообще идеально. Потом, самый тяжелый сон такой, который вот на вас наваривается, как мешок, и фиг пробудишься, вы знаете, это под утро, да, ты с 4 до 6, это вот и тебя нет, и ты в прострации, и что там с тобой, где там с тобой, он, кстати, дворяне самый эффективный. То есть в практике йоги и вообще в традиции йоги в это время все уже встают и делают сурри намаскар 108 раз в каждую сторону света, в которой в практике йоги 12. Вот, так, для общего понятия. Хороший сон – это вот это время, промежуток, потом в течение ночи, конечно, желательно поспать, да, то количество времени, которое у вас удается, вот. Ну, и под утро тоже можно поспать, это тоже, в принципе, восстанавливает силы. Вот, и в течение дня было бы отлично, если вы с малышом вместе ложитесь в обеденный перерыв спать. Это очень хороший вариант. Ну, не знаю, просто у каждого своя малыш, кто-то спит 2 раза в день, да, кто-то перешел уже на одноразовый сон, но было бы отлично, если мама вместе с малышом в одном графике, хотя бы в какой-то сон дневной сочеталась. Это прекрасно, потому что у вас с ребенком достаточно сонастроенный биоритм. И организм работает все-таки на двоих, потому что пока вы кормите молоком, вы все равно работаете на двоих в том числе. Вот, то есть этот момент вот такой. Дальше, давайте теперь немножко от лирики еще к физике. Вчера мы с вами взяли любимейшую мной, теперь любимейшую вами, четверг-годом-пятомую, да, значит, девчонки у нас тоже в теме, все в курсе. Мы сейчас ее вспомним. Мама, она как-то здесь. И мы сейчас на ней... Да, привет, скажи, маму. И мы сейчас в Юнии с вами попробуем поработать с нашим очень тяжелым отделом позвоночника, с поясничных крестцов. Чем он тяжел? Во-первых, анатомически у нас с вами, у женщин, бедра тяжелее, чем у мужчин. Это логично, да, мы с вами здесь носим ребенка. Плюс у нас с вами анатомически таз ниже расположен, чем у мужчин. Опять же, ближе к земле с целью компенсации каких-то дальнейших повреждений, если вдруг мы беременны, там, упали, запнулись, это природа предусмотрена. Поэтому поясница, это всегда очень ломовой у нас инструмент. Он очень часто несет на себе нагрузку такого компенсаторного от веса, и далеко не всегда логично. Поэтому мы сейчас с вами попробуем с ней поработать. Значит, что бы я хотела? Для начала мне хочется от вас увидеть хорошую, отстроенную четверангу дандасану, да, позу косками четырех опорок. Я ее напомню. Вы сейчас визуализируйте мне, и я каждую пройду немножечко поправлю, да, чтобы вы просто себя мышечно почувствовали. Значит, что хочу? Ладошки строго под плечами. Помним, на ширине плеч. Везде вертикальные линии, везде раскрытые ладони. Мы поочередно с вами ставим стопы назад. Смотрите, пятку натягиваем сразу к полу. Не вперед вес тела, а назад. Шагаем второй стопой назад. Фиксируем стопы на ширине таза, либо чуть куже, как удобно. Теперь подтягиваем хвостик внутрь, то есть мы создаем мула-бандха, да. При этом мы не скручиваем грудной отдел, а мы удлиняем грудную клетку. Мы стараемся и фокусировать мышцы живота, расстаться на натягу, но при этом растянуть нижние ребра. Мы оттолкнулись от пола, сделались легкими и стоим себе, фиксируемся, нам все хорошо. Голова у нас направлена вместе с шеей вперед, мягко расслаблена, вдаль взгляд. То есть никаких движений вниз, никаких движений назад, наверх. Вот такое расслабление. Все очень плотное, все очень такое компактное, но при этом дышащее. То есть вы можете дышать, и вы можете говорить, как я, да. Ну, говорить я вас не заставляю, но дышать надо. Как уйти из этого положения? Мягко опуститься на колени, уйти в баласану, да, растянуть спину, немножко снять напряжение за спествием, окей? Попробуем. Что? Локти. Вниз пока уйти? Нет, пока это у меня не нужно. Я, поверьте мне, знаю еще массу вариантов из чатуранги, которые будут похлегче, чем локти. Вот. Это вариант постановочный первый. Это вариант, называется еще йога с кайджемами или чатуранги дандасана 2. Это второй вариант, который общеприемлемый, тоже практикуется во всех направлениях йоги постановки. Мне нужно сейчас первый. Делаем? Давайте. А что нас с вами? Сразу, друзья мои, качество и правильность, и легкость исполнения позы зависит от того, насколько вы ее детально отстроите. Поэтому ладони на ширине, плеч, чуть пошире ладошки и разверни их, да, по центральному. Ладони мы с вами расположили, пальчики раскрыли. Да, помним. Отлично. Локти выпрямили, направились до плеч. Шагаем поочередно стопами назад. Одна, вторая. Фиксируем таз в мула-бандха, да, голова. Начну с вас, девчонки. Таз внутрь. Здесь удлиняем бока. Грудную клейку чуть вперед. А таз не роняй, вес тела на ноги. Давай, давай, давай на ноги. Вот. Ноги у тебя сильные, сильные должны держать. Чего это только на руках? Шея вместе с головой мягкая, вот так вытягивается. Здесь мы держимся легче, чувствуешь, да? И ушла. Откатись ногой. Вспомни то, что делали. Сейчас будем делать, да, еще. Чуть-чуть таз внутрь. Немножко удлиняем бока. Правильно. Грудную клейку чуть вперед. Вот за моей рукой. Здесь я так. Молодец. Шея чуть более расслаблена. Вот, вот, отлично. Да, ноги поплотнее. Пять чуть чуть назад. Молодец. Сейчас запомни, потом мы с тобой это обсудим. Правое бедро чуть выше, чем левое. Сейчас не старайся поправлять, просто запомнила. Вся симметрия есть у всех, поэтому я просто всем говорю, а потом мы обсуждаем. Молодец. Сегодня все значительно лучше. Девчонки, да, пробуйте, если тяжеловато. Значит, мы уходим из позиции, отстраиваем ее еще раз. Нет, на ногу не гостила больше. Больше еще на ноги, таз не поднимай. На ноги откатись, просто. Чип, таз не поднимай, хвост оставь внутри. Вот, и самое будет легче стоять. Еще внутрь таз. Хостик. 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 Фабературу валили. А, валили? Да, да, валили. Еще внутрь. Еще, еще. Вот, Тарасия, молодец. Держись. Я ушла, ты держишься? Хорошо, откатили ягодицы назад на пятки. Есть, размяли лучше запястные. Друзья мои, смотрите, за видимой простотой позы, да, всегда кроются какие-то секретики, которые нам с вами нужно воспроизводить. Все, да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.